Вы любите самое необычное и что-то новое топ 10? Тогда вам на канал интересные факты, в каждом выпуске вы найдете топ шокирующих и интригующих фактов, о которых даже не догадывались, ссылка в описании. Большинство из нас любит отведать горячий гамбургер и хрустящую картошку фри, но сейчас Телблокнет поведает тебе 10 интересных вещей о фастфуде, которые если не отобьют у тебя это желание, то хотя бы заставят задуматься. Пионером фастфуда была компания Белый замок, первая закусочная, которая открылась в 1921 году в Канзасе. Фирменным блюдом Белого замка были гамбургеры, которые в то время для американцев были диковинкой. Потенциальных покупателей радовала и стабильная цена на еду. Несмотря на Великую депрессию, Вторую мировую войну и инфляцию, компания до 1946 года продавала свои гамбургеры по 5 центов. Каждый месяц более 90% детей в США едят в Макдоналдсе. Во время 1950-х годов стандартная порция газированного напитка в ресторане быстрого питания содержала около 225 грамм. Сегодня детская порция Кока-Колы в Макдоналдс составляет 340 грамм, а большая 900 грамм. Это около 310 килокалорий. Наиболее часто употребляемый овощ в Америке – это картофель фри. Большая порция картофеля фри в Макдоналдс содержит 610 килокалорий и 29 грамм жиров, а такая же порция в Бургер Кинг содержит 590 килокалорий и 30 грамм жиров. Производители фастфуда получают более высокую прибыль от продажи газированных напитков, чем от пищевых продуктов. В 1997 году американцы потратили более 54 миллионов на газированные напитки. Мальчики в возрасте от 12 до 19 лет выпивают в среднем 868 банок газировки в год. В США ожирение – вторая после курения причина смертности. Самый дорогой бургер стоит 120 долларов и продается только в Нью-Йоркском Бистро Модерне в ресторане Даниэля Булуда Брассели в Лас-Вегасе и только в сезон черных трюфелей. Кроме трюфелей, в состав начинки бургеров входит кусок говяжьей вырезки, маринованной в красном вине, различные овощи и сыр пармезан. Самая дорогая пицца стоит 1000 долларов. Ее начинка состоит из четырех разных сортов икры, тонких кусочков хвостов лобстеров и сметаны с зеленым луком. За великолепный вкус большинства готовых блюд отвечает американская отрасль искусственных ароматизаторов с оборотом 1,4 миллиарда долларов в год. Обычный клубничный коктейль содержит примерно 50 искусственных ингредиентов. Сегодня в США пищевая отрасль тратит более 33 миллиардов долларов в год на рекламу продуктов, которые наиболее перегружены жиром, солью и сахаром. До запрета в 2009 году большинство рекламы еды в канадских детских телевизионных программах было посвящено фастфуду, газированным напиткам, конфетам и хлопьям с сахаром.